Трагедия произошла ранним утром. Первые пожарные прибыли на место в начале пятого. И это всё, что осталось от дома Чуевых. Две кирпичные стены и груда обгоревшей мебели. Для ликвидации пожара были поданы огнетушечные средства. Три единицы техники нашей и девять человек личного состава. Данный пожар был ликвидирован пожарным подразделением в 6 часов 00 минут. Как рассказали соседи, с 2009 года супруги были в разводе. Часто ругались, но жили вместе. Накануне трагедии состоялся суд, по результатам которого было решено, что бывший муж и жена должны поровну разделить имущество. И это привело к очередной ссоре, которая закончилась пожаром. Первыми его заметили соседи, которые и вызвали спасателей. Подъехала пожарная машина, начали мы начинать тушить. И за дверью при входе услышали шум какой-то, стон. За дверью оказалась женщина, соседка наша. А дом уже горел открытым пламенем, уже очень там подойти нельзя было. Женщину вынесли из дома без сознания. Уже в больнице она рассказала следователям, что ее сильно избил муж, после чего скрылся. Но супруга быстро нашли. Оказалось, он припарковался в своем недостроенном гараже на окраине села и поджег машину, в которой сидел. Мужчина решил свести счеты с жизнью прямо на этом месте. В салоне собственного новоприобретенного авто, от которого теперь остался лишь обгоревший каркас. В следственном комитете возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи допрашивают очевидцев трагедии родных бывших супругов. Расследование уголовного дела продолжается. Потерпевшая сейчас остается в больнице. У женщины множественные ожоги на теле. После выздоровления с ней начнут работать психологи. Нелли Иванова, Евгений Игнатов. Такой день на Мире Белогорье.